Буквально передаем микрофон Юлии Мартинкинайте, она заведующая библиотекой. И меня поразила бренду библиотеки Гоголя уже, наверное, ну, осовремененному, скажем так, уже более 10 лет. И когда мы впервые, как редакция Собака.ру, увидели обновленную библиотеку, они сразу попали у нас в нашу премию, то 50 – самые знаменитые люди Петербурга, потому что равнодушными это не оставило явления никого. За те годы, которые прошли, у библиотеки накопленный большой опыт работы со своим брендом и с коммерческими коллаборациями. И мне кажется, это совершенно чудесный пример, как даже небольшая библиотека может работать, и как бренд может выйти за пределы непосредственно самой библиотеки и принести пользу культурной институции. Как медийную, так и финансовую. Большое спасибо, Инесса. Действительно, опыт богатый за 10 лет функционирования нашего бренда. И, конечно, говоря о коллаборациях и об интеграции в бизнес-библиотеке, невозможно сказать о том, чем библиотека может быть интересна в первую очередь бизнесу. И хотелось бы провести такую некоторую рефлексию и подумать о том, из чего состоит культурный код конкретно нашей библиотеки. И в первую очередь это сила традиций. Наша библиотека является старейшей на территории Красногвардейского района. Ей уже 105 лет. С середины прошлого века она располагается по адресу Средневехтинский проспект, дом 8. И долгие десятилетия библиотека накапливала атмосферу Петербурга, колорит его жителей, любовь к высокой культуре и чтению. И основной своей миссией мы видим, конечно же, сохранение традиций петербургской книжной культуры. Но в то же время мы открыты всевозможным экспериментом. У нас очень открытая позиция, потому что в 2013 году мы были реорганизованы и открылись как библиотека с функциями общественного пространства для чтения работы и отдыха. И мы были первопроходцами в определенных аспектах. В дизайна пространства, в изменении кадровой политики, в введении социальных сетей, СММ и многих других вопросов. И, конечно, безусловно, отличительная черта библиотеки – это ее имя, библиотека Гоголя. Что интересно, за основу бренда мы взяли образ и имя писателя. Исторически никак библиотека с именем Гоголя не связана. Однако мы создали определенную легенду нашего бренда, в соответствии с которой выстроили концепцию. По сути, мы наделили библиотеку всеми основными паттернами гоголевского места. И вокруг этого общаемся с читателем и строим свою стратегию. Создали также на базе библиотеки единственное в Петербурге интерактивное пространство, посвященное Гоголю. Город Гоголя. Как известно, Гоголь очень много путешествовал. На самом деле городом Гоголя можно назвать огромное количество городов по всей России и за рубежом. Мы освоили уже два города. Это Петербург и Рим, очень важные в биографии писателя. В дальнейшем хотим освоить Гоголевскую Москву. И, по сути, интерактивное пространство — это серия медиаинсталляций, которые рассказывают о самых значимых событиях в биографии писателя, о его творчестве посредством современных технологий. Далее можно говорить о том, что библиотека сегодня реализует различные коммуникационные стратегии, направленные на привлечение аудитории. И за 10 лет мы видим, что достигли определенной устойчивости нашего бренда, который мы активно продвигаем. И что важно, являясь районной библиотекой, мы выходим не только на уровень районного читателя, но и на уровень городского, и на уровень полноценной достопримечательности города, так как мы включены в туристическую отрасль Петербурга. К нам приезжают гости со всей России и за рубежа. То есть библиотека становится притягательна во всех отношениях. И, конечно, для того, чтобы обеспечивать полноценное внимание к себе, к своей работе, мы уже 10 лет присутствуем в инфополе. Мы создаем актуальные информационные поводы, ведем очень активную культурную программу. И в то же время выходим на всевозможные площадки, где мы можем презентовать свою работу. Это могут быть и событийная линейка, и какие-либо конкурсы, или, как сегодня, дискуссия. Особо значимо для нас участие в ежегодном фестивале ВК-фест, так как с 2017 года мы являемся постоянным участником этой программы, в свое время стали первой библиотекой-участницей фестиваля. И отличительной чертой нашей является то, что мы уже 10 лет работаем над нашим сообществом, ведем его по принципу литературного журнала, где публикуем интересную информацию из мира литературы и культуры. И каждый раз, когда мы выходим на события, мы отталкиваемся от тематики фестиваля, делаем пленную застройку, обладаем набором и мебельного оборудования, технического оснащения. И поэтому такую мобильную читальню мы можем переносить, по сути, на совершенно разные события городские. Что же касается событий внутри библиотеки, здесь уже я бы хотела рассказать конкретно о нескольких практических кейсах, которые реализованы нами за последние годы. Это одна из интересных особенностей. Мы задействуем абсолютно разные направления бизнеса, не ограничивая себя только сферой культуры. Нам интересно выходить на новую целевую аудиторию, которая есть у наших партнеров, и где присутствует наш потенциальный читатель, который, возможно, еще не был в библиотеке, либо имеет некоторое стереотипное представление о современных библиотеках. Мы буквально ломаем представление о них и хотим нести совершенно иной положительный образ библиотеки в обществе. С имидж-студии Дениса Осипова у нас была интересная коллаборация. Привлекали мы их для реализации нашего большого проекта «Столетие». Каждое десятилетие XX века мы изучали с точки зрения разных аспектов. В режиме реального времени была стилизация модели в стиле 50-х. И что касается вообще стилистического направления, конечно, в первую очередь и самое очевидное, что мы можем предложить, это наше пространство. Но не только с точки зрения проведения событий, но и с точки зрения использования нас как съемочной локации. Несколько лет назад у нас проходили съемки локбука магазина «Одежда BeFree». Этой осенью, если кто-то покупал одежду для своих детей, школьную форму, мало ли, или бы видели в магазине лента, то весь каталог школьной формы отснят также у нас в библиотеке. То есть возможности сейчас действительно максимально обширные. Кроме того, чтобы задействовать формат ивента, можно также еще включить сюда и выставочную экспозицию. Интересный опыт у нас был с библиотекой необычных ароматов. В рамках «Ночи музеев» мы создали серию парфюмерно-визуальных композиций. Мы выбирали фрагменты литературных произведений, где есть описание каких-либо, допустим, явлений природы, которые можно проиллюстрировать парфюмерной композицией. И наши гости могли читать произведения и буквально чувствовать ароматы, сходящие со страниц. Что мы предлагаем в данном случае партнеру? Это выход на новую аудиторию и продвижение своего продукта максимально нативно. Вся культурная программа построена вокруг бренда. Она настолько невесома и легко подает концепцию продукта, что читатели воспринимают это максимально естественно и органично. Следующая коллаборация – это выход в торговый центр «Мегадыбенко», с которым мы организовали читальню полноценную для посетителей центра, которые хотят отдохнуть от покупок. Мы насытили ее книгами, книгообменом, брендированной продукцией и культурной программой с событийной линейкой. Что здесь интересно? Мы принимали участие также в разработке дизайна, оформления площадки. Современная библиотека на самом деле очень богата в плане кадрового потенциала. У нас работают специалисты, не только опытные библиотекари, эксперты с точки зрения поиска информации и работы с литературными изданиями, но также очень сильные проектные специалисты, пиар-специалисты и дизайнеры. То есть работая с коммерцией, мы сегодня можем погружаться в огромное количество аспектов с полным пониманием происходящих там процессов, а следовательно выдавать более качественный общий результат. Накопленный опыт позволил нам масштабировать нашу работу и выходить уже на новый формат трехстороннего сотрудничества. В 2022 году мы создали серию инсталляций, которые расположились на набережной культурного квартала Брусницин. При поддержке и при непосредственном участии нашего ведущего партнера, группы компании RBI, очень красивая история у нас получилась. Мы сделали огромные книги 3 на 2 метра, которые являются двусторонними. На лицевой стороне реклама жилых комплексов, а на оборотной стороне стилизованная цифровая библиотека Гоголя с доступом к библиотеке Литрес. Благодаря быстрому доступу мы создали коллекцию 160 книг. Уже более глубокое погружение позволяет получить доступ к 15 тысячам изданий. Оборотная сторона выглядела следующим образом. Вы видите стилизацию книжных полок с QR-кодами и с переходом на электронную библиотеку. Основной линией всей этой истории был Петербург, вокруг которого мы построили концепцию основную. И также на каждой книге присутствует QR-код с аудиогидом по разным районам Петербурга, что также составило единую композицию проекта. Следующий пример — это музыкальный альбом, который издала библиотека Гоголя совместно с «Галерной 20». Это студия звукозаписи, продюсерский центр и, что немаловажно, лейбл, на котором мы издали наш альбом. Всего в записи приняло участие 12 исполнителей из разных городов России. Мы создали 10 треков, которые являют собой авторское осмысление петербургских повестей Гоголя. Это не прямые цитаты, это не читка, не аудиокнига, это именно авторское прочтение оригинального текста писателя. У нас приняли участие музыканты, хедлайнером у нас, конечно, стала Женя Любич, но также прекрасные музыканты, которые создали такую очень свою самобытную историю о Петербурге, рассказанную в очень лаконичной форме музыкальных композиций. Интересно то, что проект продолжает жить, и уже после того, как состоялся релиз, через полгода мы провели полноценный живой концерт в самом центре Петербурга, а уже позднее, буквально через год после создания проекта, у нас создаются отдельные фиты между музыкантами. Например, вышла песня Жени Любича группы «Гафт», посвященная также Петербургу. На следующем альбоме группы «Бюро» вышел трек, который они записали тоже в рамках нашего проекта, однако он, к сожалению, не вошел в основной сборник, но также посвящен творчеству Гоголя. Проект действительно получился максимально пролонгированным и длительным. Конечно, мы используем различные каналы коммуникации с аудиторией, в том числе задействуем всевозможные цифровые ВК-клипы, которые сейчас набирают обороты. Интересный опыт сотрудничества у нас был с медицинским центром 21 век. Мы сделали серию видеороликов, но, конечно, сотрудничество не ограничивалось исключительно этим. У нас прошла целая серия событий на площадке библиотеки, которая ознакомила посетителей с особенностями тех или иных вопросов медицины. И в то же время у нас была пиар-компания, также совместно с медицинским центром. Разработана программа лояльности для читателей библиотеки. И интерес действительно был небывалый за счет такого нестандартного партнерства, потому что не для всех очевидно то, как может взаимодействовать, например, библиотека и медицинский центр. И, конечно, говоря о том, какие коллаборации мы строим, мы мыслим и масштабно в рамках города, межрегиональных проектов, но в то же время, возвращаясь к локусу, возвращаясь к тематике районной библиотеки, безусловно, особое внимание мы уделяем именно тем компаниям, которые находятся в шаговой доступности от нас. Так, например, рядом с нами расположена пекарня «Хлебник», с которой мы сейчас запустили новую программу лояльности для наших читателей, скидочную, и в то же время обмен на бартерной основе, всевозможными услугами, инфосотрудничество. И нам важно привлекать бизнес, территориально находящийся в нашем районе, усиливать роль библиотеки в данном случае и обеспечивать взаимообмен целевой аудиторией. И в целом должна сказать, что библиотека сегодня занимает максимально открытую доверительную позицию. Мы действительно стараемся предлагать нашим партнерам эксклюзивный материал, эксклюзивный опыт. К каждому кейсу мы подходим максимально внимательно, мы анализируем работу партнера и всегда предлагаем тот вариант, который нам кажется наиболее взаимовыгодным, наиболее нужным. Поэтому будем рады сотрудничеству и спасибо вам огромное за внимание. Спасибо, Юля.